Министерство обороны России утверждает, что Глумурот Халимов был убит в бункере в районе города Дейр-Эс-Зор. Удар нанесла российская авиация. Вместе с Халимовым погибли около 40 человек, в том числе высокопоставленные командиры исламского государства. Пока об этом сообщает только Минобороны. Подтверждений из других источников нет. Известно, что Глумурот Халимов родился в Таджикистане. В течение трех лет он возглавлял подразделение ОМОНа. Сам он утверждал, что проходил обучение в американской частной военной компании Blackwater. Два года назад он бросил семью и приехал в Сирию, где присягнул на верность исламистам. Он обещал вернуться на родину и установить там законы шариата. В России и США Халимов хотел устроить джихад. Летом прошлого года он занял пост так называемого министра войны в исламском государстве. Власти Таджикистана обвиняют его в измене родине. ОМОН находится в международном розыске. За информацию о местонахождении Халимова в Соединенные Штаты объявили награду в 3 миллиона долларов. Шесть человек погибли в результате землетрясения в Мексике. К берегам страны движется цунами. Высота волн достигает трех метров. Цунами может накрыть и соседние страны. Землетрясение произошло сегодня ночью. Оно стало самым мощным в истории Мексики. Магнитуда подземных толчков превышала 8 баллов. Люди в панике покидали свои дома и выбегали на улицу. Местные власти сообщили о разрушениях. В нескольких районах отключилось электричество. Американская компания SpaceX запустила на орбиту секретный военный корабль. Запуск планировали отложить из-за урагана Ирма, но в итоге он прошел успешно. О миссии корабля известно мало. Все, что с ним связано, это государственная тайна. По данным СМИ, после запуска шаттл будет участвовать в неких секретных экспериментах Пентагона. Ранее самолет такой же модели провел на орбите почти два года, но впервые запуск подобного шаттла доверили частной компании. Министерство иностранных дел Венгрии назвали ножом в спину новый украинский закон об образовании. Верховная Рада приняла его на этой неделе. Украинский станет теперь основным языком преподавания в школах. При этом одну или несколько дисциплин можно будет вести на английском и других официальных языках Евросоюза. Опасения в связи с новым законом ранее выражала и Румыния. Украинский парламент принял закон, который нарушает права меньшинств, в том числе венгров. Их в стране около 150 тысяч. Они потеряли право получать образование на родном языке в школах и университетах. Это просто недопустимо. Это идет вразрез с политикой Евросоюза. То, что Украина, которая хочет быть ближе к ЕС, приняла такой закон, абсолютно неприемлемо. Продолжение следует...